Есть звонок по золоту, но я думаю, к нам вопрос пришел такой обширный по золоту, и здесь есть о чем поговорить. Тем более вопрос такой, видно, человек поработал над этим, а не написал просто так. Нужно ли покупать физическое золото на перспективу до 2015-2016 года, ну понятно, что 2015-2016 года, с целью застраховать свои сбережения от инфляции и волатильности мировых валют? Это первый вопрос. Я думаю, да. Я думаю, тоже. Физическое золото, то ли, мы понимаем, физическое золото. Какие цели по золоту Степан видит на текущих уровней, цен до 2015-2016 года? Ну, где-нибудь под 5-10 тысяч, если не 30, где-нибудь в 2015. В 2015 году 30 тысяч долларов за унцию. Я думаю, что время покажет, я так не знаю. Так, ну 30 тысяч... Ну, если да, он будет сидеть в районе 1000-1500, то вполне возможно, что мы это и увидим. Так, хорошо. Правильно ли хранить физическое золото в банковской ячейке крупного российского банка? Нет ли здесь рисков принудительного изъятия золота у населения? Внимание! Как это было в США во время Великой депрессии? Указ 6102 от 1933 года. Есть такие риски? Ну, безусловно, в нашей стране может такое произойти, но я думаю, что для этого нужны очень серьезные основания, чтобы наше правительство так сильно подвело свой электорат. Ну, выбор-то, выбор через 6 лет только можно... Золото. Обычно у нас конфискуют или обесценивают вклады, а не золото. Хотя, может быть, тогда и золото. Золото не так популярно для вкладов. А, не понял. Не так популярно у нас золото для вкладов. Вот я говорю, что золото у нас пока хранить в ячейке в банке все-таки не привыкли. Через рыночные инструменты. В одной из передач Степан сказал, что правильно покупать золотые слитки, а не монеты, так как, на его взгляд, монеты в будущем будут принимать по цене лома. Почему Степан так думает? В чем причина? Ну, просто посмотрите на историю последнего Аргентины, где, в общем-то, монеты принимались по цене лома или близко к этой цене. А слитки, ну, слитки – это способ сохранения капитала. Потому что нормированный слиток стандартный, на нем стоит проба, на нем стоит клеймо производителя. И наши слитки идут проба 4 девятки, а поставочное золото 3 девятки 5. И слиток вы всегда сможете сдать. Как показывает та же самая история о Великой депрессии в Штатах. Да, золото конфисковали, но тут же возник черный рынок, и с небольшим дисконтом, 3-4%, люди сдавали золото. Что скажем по поводу слитков и монет? Инвестиционных монет, как я понимаю? Монеты – дело хорошее. Здесь вопрос просто в доходности. Если посмотреть там последние много-много лет, в течение которого золото оцифровано по своей стоимости, 20 лет взять, ну, то же 16, в среднем 16% доходность, 16,5-17, это так. Могу быть не точим, но вот не больше 20 точно. Соответственно… Доходность ты имеешь в виду, средняя заходность, доходность за год? В среднем, да, на сколько росло золото там за год, за последние 20 лет. Понятно. Ну и, соответственно, риски первого года, они остаются. Да, остаются риски первого года. Если НДС, если, конечно, человек не покупает золото за рубежом, где-нибудь в Арабских Эмиратах, там он платит только денег. Риски остаются… Да, здесь… Ну, это не самый лучший инструмент для инвестирования, так скажем. Можно инвестировать там, опять-таки, сторонникам остаюсь, что инвестируют на стратегии инвестирования, а не тупо что-то купить и держать. Я вообще не признаю принципы такого рода инвестиций, как задумать только одно, что только одно может произойти на рынке. Это сразу игра в одни ворота, получается, так не бывает. И временем своим расплачиваться за свою идею – это не очень хорошо. Ну, ты считаешь, что доходность в первое время не надо приносить в жертву какой-то идеи? Ну, доходность, в частности, из-за 18%. Я думаю, что если мы говорим про 100% денег, которые предназначены для инвестирования, то лучше золото использовать не как 100%, а какие-нибудь там 10-20, просто попробовать, попытаться. Может быть, это круто звучит, что есть золото, или золотые монеты, или золотые слитки. Может быть, это для человека будет означать что-то такое спокойствие. Просто одно другое не отменяет. Риски хранения очень-очень велики. Дома под подушкой, ну, соответственно, риски одни. Где-нибудь в банке за это еще надо платить. И здесь увеличиваются издержки очень серьезно. Ну, ведь золото сейчас принимают в обеспечении. Вот я знаю, что, по крайней мере, швейцарские банки с дисконтом 70% принимают ваше золото в обеспечение. Поэтому можете купить золото, если есть желание играться на рынке. И у вас будет одновременно золото. Ну, как золото? Покупайте золото, а вам с дисконтом 70%. Ну, это если за кордоном. Да, за кордоном. Ну, конечно, за кордоном. А здесь говорим в основном. Спасибо.